126 человек из Брестской области отдали свои жизни, исполняя интернациональный долг. В том числе 124 погибли в Афганистане. Среди них и имя героически завершившего свой земной путь Валерия Хована. Средняя школа номер 13 гордо носит имя героя, а учащиеся рассказывают о его подвиге в школьном музее. Впереди колонны шел отряд саперов под командованием молодого 23-летнего старшего лейтенанта Хована Валерия Ивановича. Отряд обеспечивал безопасность движения колонной. На участке дороги Кабул-Газни была обнаружена сложная система мин. Ее нужно было разминировать. Несмотря на молодость, Валерий Хован был опытным сапером. Его грудь украшал орден Красной Звезды. Но в трудной и опасной работе сапера не всегда все зависит от самого сапера. Мина, над которой склонился Валерий, была управляемой. За это ищущийся в горах Маджахет привел систему в действие. Минный взрыв Валерий принял на себя. С тяжелейшим ранением был доставлен в Кабульский госпиталь, где скончался 15 сентября 1987 года. Валерий Хован награжден орденом Боевого Красного Знамени посмертно. В школе, где он учился, остались фотографии героя, его документы, личные вещи и письма матери. Экспонаты для музея помогали собирать воины-афганцы. Музей войны в Афганистане принял своих первых посетителей в декабре 2006 года. В декабре уже прошлого года исполнилось на 15 лет. Мы храним память о воинах-афганцах, принявших эстафету мужества у своих дедов и прадедов, воевавших во время Великой Отечественной войны. Наш музей хранит память о воинах-афганцах, и я очень рада, что я веду здесь экскурсии. Это очень интересно, очень увлекательно. Очень волнительно, когда ветераны приходят в музей и рассказывают свои истории, как они воевали в Афгане, что там происходило. На этот раз совместно с работниками школы ребята организовали экскурсию для сотрудников Главного управления юстиции Брестского областполкома. Среди приглашенных подполковник пограничных войск Анатолий Емельянов. Он знает о войне в Афганистане не понаслышке, а потому встреча тронула его до глубины души. Музей очень хороший, экскурсия. Ребята молодцы, знают обстановку всю, рассказывают очень хорошо и построены. Выступают школьники, периодически эта песня «Слёзы прошибает». Благодаря таким встречам история оживает и остаётся не только в памяти участников событий, но делается причастными молодое поколение. Свою жизнь часто первым наисковать.